А в Узбекистане вам тоже свечит тюрьма, если это до конца довести, понимаете? А в Узбекистане они не хотят работать, а в Узбекистане они не хотят работать. Я не знаю, что с ними разговаривал. Они в таких условиях. Документы, патенты возвращайте. Если хоть кто-нибудь им угрожать будет, я не пожалею времени, я поеду туда к этим китайцам. Это свободный гражданин. Он хочет уйдеть, не хочет уйдеть. Это же не рабы. Вы в каком... Как вы живете? Вы что? Мы таких уже сотни тут развернули. Вы не имеете права никакого, ни по какому, ни по закону, ни морального, ни другого у человека документы забрать. Если вы ему деньги дали в долг на паспорт, на документы, значит он должен был расписку писать. Обращение к вам. Если вы в ближайшее время не разрешите проблему, не дадите людям свободу, на вас будет возбуждено уголовное дело. И у вас будут большие проблемы. Но если человек не хочет работать, вы его удерживать не можете. Ваши мастер-классники, вы можете сделать это. Добро пожаловать на наш канал! А в Узбекистане вам тоже светит тюрьма. Если это до конца довести, понимаете? Поэтому, Нодербейк, вы вопрос этот обязаны просто разрешить. Четыре человека, и у вас конкретно сейчас четыре человека, которых я лично знаю, не хотят работать. Он меня позвонил, он меня работает очень. Они работать не хотят, я только что с ними разговаривал. Они в таких условиях документы возвращают, патенты возвращайте. Если хоть кто-нибудь им угрожать будет, вот я не пожалею времени, я поеду туда, к этим китайцам. У меня в Ростове очень много друзей, как в администрации Ростова, так и среди наших диаспор, и разных других диаспор, и улицы людей. Мы этот вопрос разрешим обязательно в пользу граждан. И вы останетесь должны, если вы документы мне вернете. Они же не рабы. Это паспорт, собственность государства, республики Узбекистан. Почему на руках нету паспорта? Это свободный гражданин. Он хочет уйдет, не хочет, не уйдет. Это же не рабы. Вы в каком, как вы живете, вы что? Мы таких уже сотни тут развернули. Вы не имеете права никакого, ни по какому, ни по закону, ни морального, ни другого. У человека документы забрать. Если вы ему деньги дали в долг на паспорт, на документы, значит он должен был расписку писать. Понимаете, Нодурбек? Я понимаю. Если вы Нодурбек это не сделаете, вы не первый человек, Нодурбек. Мы каждый день десятками встречаемся. Вы просто вот таким образом себя загоняете. Вы в Узбекистане уже давно, уже блогерам всем сказано было, выпусти видео. Никто не имеет права паспорт гражданина забирать. Составляйте договор, создавайте условия. И в соответствии с договором и то, что вы дали в долг, работайте. Если человек ушел, завтра через суд требуете возврата денег. Если вы действительно потратили, да, там на билет, на то, вы должны расписку составлять, прежде чем отправлять. А потом в порядке судебном истребовать, понимаете, нельзя изымать упаспорт гражданина. Если, да, бог с ним, пускай условия будут плохие, да, там вагончики, там бытовки и так далее. Но если человек не хочет работать, вы его удерживать не можете. И китайский фермер тоже его не удержит, потому что мы живем не в рабстве. За это в России конкретно вот этому китайскому предпринимателю грозит миллионный штраф, уголовные дела. Понимаете? Сейчас на Семаке поставить видео, и вы посмотрите, в каких условиях живут наши граждане, которых отправил недобросовестный посредник, отправил гражданам Узбекистана работать китайским фермерам в Россию, в Краснодарский край. И посмотрите, в каких условиях они живут. Живут в каких-то непонятных сооружениях, пожароопасных, в которых нету отопления, и, видимо, нету электричества. Отапливаются какими-то дровами непонятными. Это что такое? Это просто ужас. У нас что, граждане, как они могут вообще в таких условиях жить, это непонятно. А вы отдали на руки наших граждан, отдали руки китайским фермерам в такие условия. Их кормят ужасно. Они живут ужасно. Работа тяжелая. И за это платят 30 тысяч рублей. Если бы вы хотя бы создали бы условия нормального жилья, нормального питания, заработная плата была бы вполне в целом нормальной. Какие условия людей загнали? С мая месяца работают. Уже зима на носу. А если гражданин отказывается, вы ему угрожаете, угрожаете проблемами и не возвращаете ему документы. Паспорт гражданину верните, патент, все его необходимые документы верните. Если вы не вернете, вы будете самыми известными людьми. Не я говорю, а по словам граждан, которые там живут, их отправил посредник Нодр Абдулаев. Вот Нодр Абдулаев, обращение к вам. Как вы могли просто взять и наших граждан отдать руки вот этим китайским предпринимателям вот в такие условия? Вы считаете это вообще нормально? И личное обращение к вам. Если вы в ближайшее время не разрешите проблему, не дадите людям свободу, на вас будет возбуждено уголовное дело. И у вас будут большие проблемы. Смотрите видео на Сима Холова и сами оцените, в каких условиях он загнал. Я знаю несколько компаний, которые занимаются отправкой людей на работу, да. Но они создают все необходимые условия. Жилье, питание, договора, там не знаю, деньги в дом дают. Все, все организовано корректно. Все организовано и у людей нету проблем. И тепло, все условия там, обшежитие, необшежитие, жилье, питание, все организовано. А это что за рабский труд? Прошу все компетентные органы обратить на это внимание и помочь в разрешении данного вопроса. Сима Холова ищи. Массажир, не ловится и не мешает с вами. Должны? Мне сказали, что нужно один год. Однажды у нас не было. У нас не было. У нас учёного старта и учёного обучения и учёного, которые мне рассказали. У нас есть родные и жерки. И мы знаем, что у меня есть все дела. У нас есть партия. У нас есть партия. У меня есть партия. У меня есть партия. Я не знаю, что я не знаю. Так, не будут рисковать, не будут никакие. Охмуне не будет так, чтобы я действовала и бородку на Россию. Вы думаете о своих работах, обнимайте и обважайте. Спасибо вам и дайте вам.